Строительный журнал «Горячий мастер» представляет «Стена проблемы». Ну вот, как всегда, обычное фото от зрителей. Люди говорят, что стена промерзает, покрывалась инием, потом просто начала отходить штукатурка. Штукатурку сняли, потому что она отходит вместе с небольшим слоем самого блока. Но какой блок, вы сами можете понять, не буду делать этому блоку дальнейшую рекламу. Ну и вы видите, в этой кладке совершенно нет никакого вертикального заполнения швов. То есть горизонтально, может быть, что-то где-то и мазали, но вертикальные швы пустые. И как раз через эти вертикальные пустые швы все видно на просвет. Что-то где-то заштукатурено с другой стороны, но видите, сунули туда спицу, так сказать, и там уже отвалилась штукатурка. Это, видите, пустота. То есть можно даже было тогда и горизонтально ничего не класть на поверхность блоков. Можно было просто накидать на сухую. Так, кстати, строят дома на юге. Я сам видел, как в наглую строят. Вот так вот заполняют простенки между железобетонным каркасом. Просто на сухую. Хамские рожи. Потом штукатурят. Также я видел, как точно такое же сухое заполнение простенков железобетонного каркаса выпадает от ветра. Это я видел в Крыму на довольно высоких домах. Стоит новый дом, еще не отделанный. А у него уже от ветра попадали стены, заложенные вот этим материалом. Потому что раствор не кладут совсем. Ну вот видите, и сейчас получается, есть и вот эти вот сплошные щели, которые проводят холодный воздух к внутренней поверхности стены. Конечно же, там все будет точка росы, конденсат, промерзание. Конечно же, все будет это отходить. Я вам знаете, как скажу? Это просто дерьмовая работа. Если взять, так сказать, недостаточной толщины, решить для себя стену для дома в полблока, и живете вы там, где бывает еще и зима, и положить все без заполнения швов, то тогда не надо жаловаться и говорить, что почему у меня стена инеем покрывается. Может быть, взять и пойти закопчик тех, кто вам так построил. Может быть, эту спецбригаду нужно, так сказать, выставить на всеобщее обозрение. Может быть, начать уже судить тех людей, которые строят специально, как для врага. Ну, вот видите, если сами хозяева или заказчики строительства на стройке не присутствуют и не смотрят, как производятся работы, ну, значит, это норма. Если тот человек, который продает дома, сам не присутствует на стройке, а потом вот этот бардак находит те люди, которые это купили, значит, виноваты не строители, а виноваты те, кто не следил за этим, кто им подогнал вот эту ерунду. Поэтому самое главное, это моя самая важная тема, когда я говорю, вы должны, или ваш представитель, очень верный вам, должен всегда присутствовать на стройке, каждую минуту, чтобы каждый шаг был под присмотром. Уважаемые зрители, вы можете задавать вопросы о любой сложности по вашей стройке, реконструкции, планированию участков, домов и всего, что относится к строительству через WhatsApp. Перед вами номер WhatsApp и номер телефона горячего мастера. Это совершенно разные номера. Жду ваших вопросов. Продолжение следует...